В небе над орлинами скалами появился вертолет МЧС с тремя тоннами воды. Без его помощи не обойтись. К авиации прибегают в том случае, если пожар случился в труднодоступном месте. Лесной пожар – это серьезная угроза не только для национального парка, но и для домов, которые расположены рядом. Задача людей – вовремя покинуть жилье, а уже спасатели ликвидируют очаг возгорания. Пожары для этих мест, конечно, дело непривычное, но случаются. Всему виной незатушные костры после пикников. Конечно, во всех лесничествах, а их в нацпарке 16, существуют собственные силы и средства для тушения огня, но их не всегда хватает. Теперь в рамках договора авиация МЧС будет применяться чаще. В критических ситуациях она всегда привлекается, но здесь мы в первую очередь рассматривали вопрос организации взаимодействия. Ведь есть понятие средства связи. Авиация не может работать просто так, вот увидел с неба и сбросил воду. Должна быть координация с земли, то есть наземной группировки. Установили канал связи, управлялись землей. Определили координаты, по которым должна авиация сработать. Задача выполнена. Масштабные лесные пожары случаются по всей стране, не исключение и наш регион. В августе все силы были брошены на борьбу с огнем в Лазаревском районе. Существовала реальная угроза, что он перекинется на территорию национального парка. Но в течение двух дней пожар был локализован. Если это войдет, скажем так, в систему и будет вот такая отработка, тренировка всех служб регулярно, я думаю, что мы сможем выполнить ту задачу, которая стоит перед Сочинским Носпарком, а это сохранение уникальных природных ландшафтов. Чтобы избежать рисков новых чрезвычайных ситуаций, в пожароопасный период разжигание костров в лесном массиве вообще запрещено. Но в остальных случаях все зависит от самого человека. Елена Овсецина, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.